В музее Симбирско-Чувашская школа заработала новое интерактивное познавательно-игровое пространство «Сказочное зазеркалье» с современным дизайном и мультимедийными технологиями. Новая экспозиция открылась в апреле этого года в рамках празднования 170-летия со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, основателя Чувашской школы и большого ценителя народных сказок. И первый зал посвящен именно народной сказке. Здесь каждый желающий может поучаствовать в сказочной ярмарке, где вместо обычных товаров предметы, наделенные в сказках волшебной силой. Сказочная карта в виде витражей знакомит, где живут те или иные сказочные герои. Также можно посмотреть картинки на сказочную тему с помощью райка – кукольного театра, который представляет собой ящик с отверстиями. А Петрушка приглашает в свой театр. Здравствуйте, господа! Я пришел сюда из гостиного двора наниматься в повара, рябчиков жарить, по карманам шарить. Эй, лови сайты с первого ряда! Ты не узнал меня с первого взгляда? Думаешь, кто я? А я петрушка! На протяжении всего путешествия по сказочному Зазеркалью посетители будут окружены удивительными предметами из известных сказок и сюрпризами. Участники экскурсии смогут проверить себя на знание сказок Александра Сергеевича Пушкина, собрать пазл по сказке «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, а также взобраться на огромный стол. Есть в сказках Андерсена удивительный герой, которого зовут Оля Лукоя. У Оля Лукоя было два зонтика. Яркий зонтик он раскрывал вечером над послушными детьми, и тогда им всю ночь смыслились удивительные сказки. Если же ребенок был непослушный, то Оля Лукоя раскрывал над такими детьми вот такой темный зонтик, и тогда всю ночь им ничего не снилось. Добро пожаловать в удивительный мир сказок Ганса Христиана Андерсена. Самые отважные могут уединиться в домике Питера Пэна, героя сказочной повести Джеймса Барри. Многое здесь сделано руками известного ульяновского художника Дмитрия Бобровича. Например, вот этот будильник. Однажды капитан Крюк, защищаясь, кинул с крокодила этим будильником, который тот проглотил и с тех пор тикает. А через необычный зеркальный камин можно попасть в другое измерение – комнату чудес. Здесь сказка оживает, и каждый попадает в нее. Приглашаем вас совершить путешествие по сказочному зеркалью 19 мая в определенное время. Сеансы можно узнать на сайте музея-заповедника «Родина Владимира Ильича Ленина». Приглашаем. Мы не стали раскрывать всех тайн нового пространства. Приходите и сами увидите все своими глазами. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова